МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости. Меня зовут Дмитрий Книга. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Юным жителям Ленинского района в торжественной обстановке вручили паспорта. Можно наконец-таки ходить на почту и получать посылки. Возведение канализационно-насосной станции в микрорайоне Эковидное идет, опережая сроки. 10 числа мы сделали очередную заливку канализационно-насосной станции и уже вышли на нулевую отметку. В районном центре культуры и досуга отметили День медицинского работника. Людям надо всегда относиться с добром. Если ты к ним с добром, то, мне кажется, и все получится. Еще вчера их главным документом было свидетельство о рождении. И вот настал момент получения паспорта гражданина Российской Федерации. Для 10 юных жителей Ленинского района это стало поистине большим событием. Ведь важный документ им вручили депутат Государственной Думы России Вячеслав Фетисов и глава Ленинского района Валерий Венцель. О тех, кто теперь с гордостью может сказать «я гражданин», расскажет Татьяна Брылова. Фойе Ленинского управления ЗАГС многолюдно. Ребят, которым недавно исполнилось 14 лет, пригласили на торжественное вручение паспортов. Сотрудники многофункционального центра еще до начала официальной части закончили подготовку всех документов. Каждый будущий обладатель новенького паспорта поставил в нем свою подпись. Полина Иванова уверена, сегодня начинается новый этап в ее жизни. Получение паспорта – это, наверное, очень что-то такое важное. Можно, наконец-таки, ходить на почту и получать самой посылки. Ну и когда нам исполняется 14 лет, мы становимся уже совершенно взрослыми людьми и как-то, наверное, больше не надумаем о том, что мы делаем в своих поступках. В зале для торжественных церемоний виновников праздника приветствовали депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов и глава Ленинского района Валерий Венцель. Каждый сказал ребятам слова напутствия и пожелал стать достойными своей страны и своей малой родины. Мы должны все сделать, чтобы они гордились этим паспортом, знали свою историю, понимали, что в нашей стране или с паспортом гражданина нашей страны стали великими учеными, военачальниками, спортсменами, музыкантами. Для десяти юных жителей Ленинского района момент получения первого их взрослого документа запомнится навсегда. Запомнится и их родителям, ведь у них это было не так торжественно. Все это было очень просто. То есть я пришла, так, что же тогда было-то, я даже уже не помню. В милицию, наверное. Наверное, да. В отделении милиции. Все, меня поздравили с этим событием. Паспорт я получала в 16 лет. Ученица Видновской гимназии Аполлинария Горшкова призналась, волнуется, но понимает важность сегодняшнего события, а также преимущества будущей взрослой жизни. Можно будет создать, например, свою карту банковскую. И с 14 лет также был новый пункт закона. Екатерина Рассадина приехала из поселка совхоза имени Ленина. Она надела кадетскую форму, которая сделала этот момент еще более торжественным. Мама девушки Надежда Юрьевна отметила, что это событие знаковое для всей семьи. Я думаю, что такие вехи в жизни, они обязательно должны быть запоминающимися, очень торжественными, потому что человек начинает чувствовать свою ответственность в жизни, что это следующий этап, благодаря которому он начинает свои поступки осмысливать. Сегодняшнее событие приурочено к Дню России и к 90-летию со дня образования Ленинского района. Это еще один повод, чтобы вручение паспортов запомнилось на долгие годы. Примерно полгода назад мы сделали первое торжественное вручение и поняли, что есть запрос у наших и молодых граждан, и их родителей на то, чтобы вручение первого паспорта гражданина Российской Федерации проходило в торжественной установке. Получая документ, каждый из ребят мог сфотографироваться с главой Ленинского района и с Вячеславом Фетисовым, которого они, конечно, больше знают как легенду советского хоккея. Для обладателей российских паспортов подготовили музыкальные номера их ровесники и юные артисты. А завершилась торжественная церемония общей фотографии. На память. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Рядом со строящейся канализационно-насосной станцией в микрорайоне «Эковидное» состоялось очередное рабочее совещание. В нем приняли участие руководство муниципалитета, представители МУП «Видновская ПТО ГХ» и компании-подрядчика строительства, а также жители микрорайона. Заместитель главы администрации Ленинского района Александр Усков отчитался о работе, проделанной на объекте за последние две недели. По его словам, возведение столь необходимой КНС идет с опережением сроков. Более подробно расскажет Максим Козлов. В связи с особой важностью строительства канализационной насосной станции подобные оперативные совещания проводятся каждые две недели. Соответственно, за ходом работ жители могут следить практически в реальном времени. Мы докладывали, что 3-го числа у нас должна была быть первая заливка до уровня минус 5 метров. Мы ее сделали досрочно 2-го числа. И очередную заливку мы говорили людям, что это будет уже в 20-х числах. Тем не менее, мы ускоренно опережаем график. И 10-го числа мы сделали очередную заливку канализационной насосной станции и уже вышли на нулевую отметку. В течение нескольких дней подрядчик планирует завершить строительно-монтажное и приступит к пусконаладочным работам. По словам Александра Ускова, оборудование для канализационной насосной станции закуплено в полном объеме. И сейчас оно находится на складе. Работу на объекте видно, как говорится, невооруженным глазом. Сейчас заканчивается возведение подземной части канализационной насосной станции. Через пару дней сверху появится бетонная плита. Затем работы продолжатся уже поверх нее. Интересует жителей проект развития территорий, на которых сейчас стоят старые очистные сооружения. Высказывались пожелания сделать на этом месте парк. Но из-за того, что здесь будет проходить множество коммуникаций, озеленить получится, а вот прогуляться вряд ли. После строительства всех главных объектов, существующих, запятая объектов, значит, мы, условно говоря, после окончания строительства, значит, закупим зеленые насаждения в разных видах и рассадим. Все, точка. Но пропуск и допуск посторонних лиц на объекты коммунальной инженерной инфраструктуры будет запрещен. Потому что, а, это опасно для жизни, б, это, ну, противоречит всем нормам. На совещании также была озвучена ситуация со строящимся жилым комплексом Брусника. Жители беспокоят бурная застройка ближайших территорий, а также то, как будет осуществляться канализование и водоотведение в новых районах. Они планируют приступить к строительству в ближайшее время. Мощность КНС у них 1400 в проекте прописано. То есть они там с запасом взяли. Ну, это хорошо. Да. Еще раз, проект согласован, завершается экспертиза. В сентябре планируют завершить строительство. Эта КНС будет подключена к недавно возведенному, но уже действующему коллектору, который тянется до КНС на улице Старо-Нагорной. На совещании также рассмотрели ситуацию со строительством микрорайона «Эковидное-2». После завершения основных работ по этой КНС, у нас тот же подрядчик, уже есть заключенный договор с природоохранной технологией, который потом плавно перейдет для строительства КНС уже в «Эковидное-2». По планам, как бы у нас сейчас нет такой горячки, мы планируем все работы на следующий год. На объекте у Купеленьки сроки хоть и поджимают, но строители уже опережают график более чем на неделю. Заместитель главы администрации Ленинского района Александр Усков пообещал, что этот темп будет сохранен. Что касается пуска наладочных работ, мы будем стремиться сделать наладку оборудования, установить соответствующую насосную группу, арматуру, соответствующие трубопроводы подвести в срок до 1 сентября. Чтобы быстрее возводить КНС, подрядчику нередко приходится работать в вечернее время. Строители обратились к местным жителям с просьбой с пониманием отнестись к этим временным неудобствам. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное-ТВ. Районные службы вместе с жителями микрорайона Зеленой аллеи вышли на субботник, чтобы очистить прибрежную зону Малого Тарачевского пруда. Подробнее расскажем в нашем сюжете. По просьбе жителей микрорайона Зеленой аллеи администрация муниципалитета инициировала проведение субботника на территории жилого комплекса и вокруг Малого Тарачевского пруда. Десятки видновчан вместе с сотрудниками районных служб вышли на уборку. Субботники на этом берегу мы проводим с 2016 года. Силами жителей и управляющей компанией ежегодные мы проводим здесь по весне. Жители мечтают, чтобы здесь появилась парковая зона. Благоустроить набережную обещал застройщик жилого комплекса. Глава района Валерий Венцель, присутствующий на субботнике, сказал, что окажет содействие в данном вопросе. Для создания мест отдыха необходимо было очистить территорию у воды. Из зарослей выносили пакеты с мусором, старые доски, матрасы и даже диваны. Среди жителей были не только владельцы квартир в зеленых аллеях. Яна Баюнджи проживает в Солнечном. Узнав о предстоящем субботнике, она решила помочь с уборкой. Это необходимо. Мы сами все видим, что творится столько мусора. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все, кто проживает на территории района, они, во-первых, не мусорили в таком количестве. Ну и, конечно же, если они выходят на природу, за собой необходимо убирать. А что касается будущего благоустройства прибрежной зоны, первый шаг сделан. Теперь у пруда стало заметно чище. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 16 июня в Видном пройдет акция по раздельному сбору мусора. Будет организовано четыре площадки, куда можно принести бумагу, стекло и пластик. Это парковка у взрослой поликлиники улица Заводская, дом 15, улица Березовая, дом 9, за магазином «Виктория» с 11.30 до 12.20. А также улица Советская, дом 24 на территории школы номер 5 с 10.30 до 12.00. И в Расторгуеве на улице Булатниковской, дом 1, дробь 15, у библиотеки с 11.00 до 13.30. Раздельно собранный мусор будет вывезен для дальнейшей переработки. 16 июня во многих странах мира отмечается День медицинского работника. В преддверии этого праздника в районном центре культуры и досуга сказали спасибо за труд тем людям, чья профессия – спасать жизни. С подробностями Екатерина Борисова. Именно эти люди готовы прийти на помощь 24 часа в сутки, услышав слова «Ай болит». В Витновском доме культуры с профессиональным праздником поздравили медиков. Эти люди первые, кого мы видим при рождении. И именно они часто находятся рядом в момент, когда приходит время покидать этот мир. Именно докторам мы доверяем самое дорогое, что у нас есть – жизнь и здоровье. В преддверии Международного дня медицинского работника в районном центре культуры и досуга сказать им спасибо за труд было много желающих. С всей души хочу всех вас поблагодарить за ваш нелегкий, но такой, поверьте, необходимый для всех нас труд. Спасибо вам за теплоту ваших сердец, спасибо вам за заботу и спасибо за вашу, в том числе, активную жизненную позицию. Мы понимаем все, что необходимо делать. Будем это делать до тех пор, пока вы не станете самыми главными в социальном плане, иметь уверенность в своей жизни, отдавая свое тепло, доброту, профессионализм всем нам, людям Российской Федерации. С праздником вас! Особо отличившихся в профессии наградили почетными грамотами и памятными подарками. Слова благодарности сменялись танцевальными и музыкальными номерами. 11 медицинских работников получили сертификаты о предоставлении квартир в Ленинском районе. Среди счастливчиков Татьяна Кондратьева. Она работает фельдшером на скорой помощи уже 18 лет. В медицину пошла вслед за старшей сестрой. Там же трудится ее муж, с которым она познакомилась во время учебы. Говорит, работа, конечно, трудная, но помогать людям – ее истинное призвание. Людям надо всегда сноситься с добром. Если ты к ним с добром, то, мне кажется, и все получится. И пока большинство медиков наслаждались концертом и заслуженным отдыхом, их коллеги по цеху продолжали нести свою службу на благо людей. Фельдшер скорой помощи Лариса Кузнецова рассказала, какими качествами должен обладать хороший медицинский работник. Надо быть стрессоустойчивой, уметь расслабляться, потому что работа стрессовая, не каждый выдерживает. Молодежь приходит, пробует, уходит. Я уже почти 30 лет до скорой помощи. Сложно, но мне нравится. Я люблю экстрим. В Ленинском районе здравоохранений сейчас трудится около 2000 специалистов. В шести государственных и двух филиалах областных медучреждений. Совсем скоро откроют свои двери поликлиники в микрорайоне «Зеленые аллеи» и деревни Дрожино. А значит, добрых ангелов в белых халатах, готовых прийти на помощь 24 часа в сутки, рядом с нами станет еще больше. Екатерина Борисова, Александр Будников, Ольга Садовская. Видно этого. Также 14 июня ежегодно проводится Всемирный день донора крови. С каждым годом желающих спасти чью-то жизнь становится все больше. По статистике, один донор помогает троим пациентам. Поздравляем всех, кто, сдавая кровь, спасает человеческие жизни. В городе Видное, в одном из самых любимых мест отдыха жителей, краеведы историко-культурного центра в преддверии Дня медицинского работника, организовали интересную фотовыставку, благодаря которой наш корреспондент Анастасия Воронина узнала о многих судьбах врачей, фельдшеров и медсестер Ленинского района. Проведение фотовыставок в сквере «Юность» стало уже доброй традицией. В этот раз организаторы посвятили ее самой востребованной и важной профессии – людям, давшим клятву Гиппократа. Последние приготовления к ее открытию уже сделаны. Идейный вдохновитель экспозиции Владимир Меньшов лично завершил этот процесс. Основная цель – это связь поколений между теми, кто строил город и ушел, теми, кто живет, и в будущем те, кто будут жить. Около двух месяцев ушло на подготовку выставки. Кропотливая работа организаторов заключалась не только в поиске нужных фотографий, но и в их изучении. Даже те фотографии, которые находятся у нас, не всегда подписаны. Мы не всегда знаем тех людей, которые на них изображены. То есть мы обращались и в нашу центральную больницу к тем врачам и медсестрам, которые долго работают, которые знают этих людей, чтобы они нам их расписали. Мы обращались и к тем краеведам, которые здесь тоже начинали работать и знают многих из этих врачей, то есть они у них лечились. То есть это вот такой процесс, который довольно-таки длительный. Придя в сквер «Юность», многие люди наверняка увидят на выставочных стендах знакомые лица. А кто-то даже узнает на фото своего лечащего врача, работающего и по сей день. Так, например, участковый терапевт Росторгуевской поликлиники Жанна Кропивницкая имеет трудовой стаж 46 лет. Она заслужила особое уважение среди жителей и оказала большое влияние на развитие медицины в районе. Всего на стендах представлено около 52 фотографий, каждая из которых хранит в себе историю медицины Ленинского района. Например, здесь можно было увидеть портреты врачей, или даже, как на этом фото, их рабочий процесс. Стоматологам, кардиологам, ортопедам, абсолютно всем врачебным специализациям уделили должное внимание. Выставка будет открыта на протяжении месяца. А уже в июле, по признанию краеведов, они порадуют видновчан новым фото-вернисажем, который приурочат ко дню Металлурга. Анастасия Воронина, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ. И о погоде. В субботу, 15 июня пройдет небольшой дождь. Днем до плюс 18, ночью плюс 14. Облачно с прояснениями, ветер северный 2 метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова